Доброго времени суток, это будет короткое видео обо всем и ни о чем. Я сейчас нахожусь в центре, пришел на банкомат. Нам вчера дали первую часть пособия, она всегда дается первого числа, вторая часть дается шестнадцатого числа и всегда это равные части. Затем зайду в магазин, можно будет купить какие-то продукты, потому что мы уже через 4 дня улетаем, я думаю куплю что-то в дорогу поесть и возможно зайдущих глянуть какие-то теплые вещи. Ну конечно на эту часть пособия не разгуляешься, но тем не менее, нужно будет что-то глянуть. Вчера мы ездили в Кристиансан, получали гуманитарку, она была довольно-таки неплохая, то есть было очень мало просрочки. Вот, затем мы поехали на рыбалку, наловили около 7-8 килограмм рыбы, то есть там за 3-4 часа, вот так просто, налегке. Рыбка сайда, которую вчера мы наловили собственно. Езжать грустно, потому что мы здесь с ребятами уже сдружились, и каждый поедет в свой город, кто-то на север, кто-то ближе к центру, кто-то на юг. И от этого немножко конечно грустно, потому что мы так уже сдружились, разобщались, у нас такая хорошая атмосфера. И при этом понимаю, что нужно всем двигаться дальше, мучиться, развиваться и работать в конце концов. Есть такой момент, когда мы сюда приехали, нам сразу выдали новое постельное белье, нам выдали новую посуду, сковородки, кастрюли, столовые приборы. И вот, чем ближе подходит срок, когда нам нужно уезжать, у нас появляется много вопросов в голове. А что там, а что как, как вот с этим, как с этим. И мы вот задумывались, а будет ли там постельное белье, будет ли там посуда для еды. И мы написали куратору, к слову, куратор ответил, что не переживайте, посуда, постельное белье, это там все есть, потому что с тобой тащить не очень хочется лишний груз. Нас это обрадовало, мы успокоились. Как бы все равно едем, значит такое вот неведение. Что еще хотел бы добавить, так это то, что с последней дни я начал замечать, что люди начали интересоваться активно в комментариях. Можно еще приехать в Норвегию, начали писать в инстаграме в личку. Вопрос такого рода, что если я сейчас нахожусь в стране Евросоюза, либо просто в Европе, и там у меня уже есть вид на жительство, могу ли я приехать в Норвегию и также получать его здесь, претендовать на него. Да, ребята, вы можете. Я также жил 8 месяцев в Италии до Норвегии, и там у меня был вид на жительство. И я сюда приехал, и мне подтвердили. Теперь я жду пластиковую карту. Если, к слову, вам интересно, почему я в принципе уехал с Италии, с Италии пишите в комментариях. Я тогда запишу об этом отдельный видеоролик. На этом, в принципе, все. Еще один момент. И я понимаю, что, как и я сам такое же, знаете, когда смотришь YouTube, смотришь видео, ты забываешь сейчас оставить лайк, просто, хотя тебе видео нравится. Поэтому не забывайте, пожалуйста. Я понимаю, что бывает лень. Вам мелочь поставить, нажать кнопочку, мне приятно. И это как бы мотивирует продолжать снимать дальше. Поэтому спасибо большое. Всех благ. Пока. На связи.